Всем привет! Я сегодня приготовила шашлычок в духовке из свинины и курятины. Немножко нюансики были в приготовлении, но если желаете, смотрите, получилось вкусно! У меня здесь полкило свинины и полкило куриного филе. Из такого мяса буду готовить. Мясо нарезала крупными кусочками, я все вместе буду мариновать. Чайную ложку соли, перчик черный по вкусу. Из специй мне хочется добавить хмели-сунели немного, сухой чеснок, чайные ложечки, 2 столовые ложки подсолнечного масла и 1 столовую ложку соевого соуса. Больше всего мне нравятся маринад, помидоры и сок от лука. Отжимаешь, добавляешь, все перемешиваешь. Лучше маринада мне не надо, но нужно по-разному готовить, поэтому так. Хорошо все помесить. Взяла 2 луковицы, такие среднего размера, кольцами нарезала. Закрываю, оставляю на 2-3 часа. Мясо у меня промариновалось 3 часа, готовим шашлычки. Еще понадобится картофель сырой. Шпажки у меня вот в таком виде, я измерила в духовке, слегка их укоротила. В сырой картофель помещаю шпажку. Отделила мясо куриное от свиного, ну так проще будет. И теперь чередую лук, помидорку можно. Сверху так, что ли. И шашлычки на палочке. Ну и следующие так же. Главное, чтобы устойчиво было. Надеюсь, что в духовке, когда картофель приготовится, не упадет. Помидоры у меня небольшие, я выбирала в магазине с таким учетом, чтобы они, ну, диаметр был, так как бы на кусочек подходил. Нарезаю довольно толстенькими такими кружочками. Где-то штучки 4-5 вот таких понадобится. Картофель устойчиво. Осталось свининку нацеплять. Ну что ж, нашпиговала я шпажки. Сформировала 3 с курятиной, 4 со свининой. Хотя одинаковое количество было мяса, ну так распределила. Духовку разогрела при 180 градусах. Помещаю. На второй уровень поставлю. Таким образом, чтобы у меня все тут вошло. Рассчитано. До миллиметра было. Задвигаю. Ну ладно, все. Заглянем в духовочку. Посмотрите. Готовится как хорошо все стоят. Сок течет. Надо, чтобы ровненько. У меня еще, видите, коврик силиконовый. Он немножко бугрится при нагревании. И как бы нужно смотреть, чтобы не шлепнули. Да даже если упадет. Ничего страшного, я думаю. Нормально. В общем, ждем. Пока у меня готовятся шашлыки, я сделаю салат. Продукты для салата подготовила. Сейчас покажу. Для салата я уже отварила стакан 200 граммовый риса. Промыла его. Отварной промыла. Пять яиц взяла. Четвертинку луковицы мелко-мелко порезала. Сразу добавлю лук сюда. Рабовые палочки. Я возьму 200 граммов. Вот такие покупаю. Ну, какие были в магазине. Вроде они хорошие. Салат мне очень нравится. Готовлю его иногда. Очень вкусный. Вы посмотрите. Шашлыкопад идет. Ничего. Посмотрим, сколько устоит. В этот салат мне крабовые палочки нравится нарезать кружочками крупно. То есть, я не разрезаю их пополам, а прямо вот так. Яйца тоже ножом порублю на четвертиночки. И вот так. Добавляю майонез. Майонез домашний. Только что приготовила. Рецепт майонеза. Был недавно. Смотрите. Очень вкусный. Без яиц. Надо же подсолить. Рис-то не соленый. В таком виде уже салат готов. У меня остался один помидор. Ни туда, ни сюда. Поэтому я добавлю в этот салат. Можно даже свежий огурчик. Придать салату вкус свежести. Тоже будет очень хорошо. Да, такая мешанинка. Но вкусно. Очень вкусный салат. Риса можно на этот салат отварить полстакана. Тоже будет достаточно. Салат приготовила. Достаем шашлычки. Я уже отключила духовку. Еще же нужно вынуть. Ну ничего. Заморочились. Нормально. Что-то осталось. Стоять. Что-то упало. Ну, вот это мне, конечно, не нравится. Будем пробовать. Картошку я убираю. Как отдельное блюдо будет. Как-то здорово. И картошка, и мясо. Все подготовилось. Ну вот, да, упало несколько шашлычков. Я думаю, ничего. Смотрите, раз. Она мягенькая. Внутри. Не сырая. Можно салатик приготовить. Обжарить кусочками, если не съесться. Покажу близко. Шашлык из свининки. Я самый поджаристый съела. А шо бы вы не видели, что он немножко был такой подсушенный сверху. Вкусно получилось. Вкусно получилось. Мягкое мясо. Со всех сторон он не подгорел абсолютно. Видите? Поворачиваю. По времени я жарила 50 минут. Это из курятины. Видите, как. Ну, из курятины, конечно, быстрее все жарится. Ну, вот, заморочилась немножко сегодня с шашлыком. Но он получился очень вкусный. Единственное, что по времени нужно было бы чуть поменьше. Даже 40 минут достаточно. Мясо свинины хорошо проготавливается. Оно мягкое. Оно само по себе. Вот, когда в магазине покупаю, готовится буквально тоже 30 минут. 40. И в сковороде уже готово, если вот так обжариваю. Получается сочная свининка. Куриный шашлычок, ну, конечно, чуть-чуть суховато. Но все равно как-то вкусненько, мягко. Лучок и помидор, они смягчают вкус. Прямо нормально получается. Вот так. Ну, хотелось немножко оригинально сделать. Это мне подсказали такую идейку. Попробовала. Но я изначально подумала, что, возможно, картошка, она когда сготовится, и упадет. Шпажка с мясом. Так оно и получилось. Ничего. Не попробуешь, не узнаешь. Либо картошку как-то более устойчиво, что ли, ее, или несколько кусочков друг на дружку. Салат очень вкусный получился. Прям к мясу идеально подходит такой салат. Конечно, овощи, если свежие, еще лучше. Но все равно вместо гарнира салат замечательно. Вкусный-то вкусный салат получился. Но вы представляете, я не добавила туда кукурузу. Ну, вот как-то немножко сбилось с толку, что у меня упали шашлычки. И вот не добавила. Но все равно получилось вкусно. Кукуруза стоит в холодильнике. Думаю, что-то еще ведь надо. И все равно у меня все внимание было зациклено именно на эти шашлыки. Я все равно решила поделиться этим видео, потому что вкусно получается. Всем самого доброго. Здоровья крепкого. Пока.